Девушки отдыхают В самых агрессивных сил империалистического мира Дорогой ценой досталась победа Но годы войны многому научили Они показали, что наиболее последовательными Наиболее стойкими борцами за свободу и независимость За мир и демократию являются в наше время коммунисты Брежнев Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 После смерти сина никак не можешь успокоиться А что можно сделать? Я уже решил Поедем со мной пик В дороге поговорим Продолжение следует Сейчас моя очередь Я хочу взять вон ту девочку Подойди, Оля Это твоя мама А мне вот того мальчика Павлик, пойди к твоей маме 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 А вы, граждане, будете усыновлять ребенка? Павлик, пойду к твоей маме Не знаю Хочешь жить у меня? Павлик, пойду к твоей маме Павлик, пойду к твоей маме Миллион человек У которых вера в фашизм покачнулась Это наша потенциальная сила в борьбе За будущую Германию Немецкие коммунисты считают Что пришло время Создать Национальный комитет Свободная Германия Ну вот Собрались поужинать А получилось заседание коминтерна У нас сегодня праздник У папы Дмитров Появилась Дочка Конечно, мы должны это Как-то отметить Обязательно Правильно, Павлик Отложим сегодня политические разговоры Тем более, что я привез из Сталинграда Кое-что крепкое Пожалуйста О, как много налили За дочку Горгия и Розы Дмитровых Разгромлен Центральный комитет Коммунистической партии Словакии Грушевский-Бочтованский Арестованы Вместе с ними 60 Und mit ihnen 60 Der wichtigsten Parteiарbeiter Роза Уложи девочку спать И приготовь нам кофе Пойдем В национально-освободительном движении Чехословацкого народа Наступил самый тяжелый период Гитлер опасается за свой тыл В связи с положением на Восточном фронте Сначала Разгром двух составов ЦК Чехии Арестим многих тысяч чешских коммунистов Но Чехия оккупирована немцами А Словакия считается связником Германии С ней немцы заиграют Это уже четвертый состав ЦК Что ты думаешь, Климент? Я думаю, что сейчас надо Помочь Коммунистической партии Словакии Создать Центральный комитет И возглавить его должен Опытный Коминтерновец Ты прав, Климент Новому ЦК Словацких компартий Который надо создать как можно скорее Следует помнить Что без свободы для Чехов Не может существовать и свобода Словаков И наоборот Сейчас наступил решающий поворот в ходе войны Возможность поражения Гитлера Требует полного поворота его всей нашей работы Мы должны проводить курсы рассчитаний На дальнейшее сближение всех антифашистов и патриотов Нашей пропаганде нужно перейти в наступление Она должна разъяснять массам Что мы вступили в решающую фазу войны Наша партия Призывает французскую нацию К объединению против фашистской агрессии И сейчас после Сталинграда Мы считаем Наша главная задача Укрепить национальный фронт Повлечим всех французов Желающих бороться с Гитлером Независимо от прежних Политических разногласий Как вы знаете Мы сотрудничаем с Деголем И национальный совет сопротивления Поддержал предложение коммунистов О подготовке Поволженного восстания Мы тоже считаем Что в результате поражения итальянских войск На советском фронте Позиции фашистского режима Муссолини Оказались подорванным В этих условиях Компартия Италии Развертывая движение сопротивления Выдвигает лозунг Создание правительства мира Это правительство Опираясь на итальянский народ Сможет спасти страну от катастрофы Да Процессы и складывание Национальных антифашистских фронтов Всегда сложны и ответственны Коммунистическим партиям Надо бороться С национальной ограниченностью А может быть И с национализмом А национализм Товарищи Это опаснейшее явление В международном движении Да Климент Подумай Кого можно послать Словакию Я сообщу Товарищу Сталину И попрощу у него Самолет Победа под Сталинградом Открыла реальные перспективы Освобождения народа в Европе От гитлеровского рабства И вы, товарищ Димитров Совершенно правильно Поставились задачи Коммунистическим партиям На сплочение всех национальных сил И решили активизировать Всю антифашистскую пропаганду Товарищ Димитров Прошу вас подумать Чтобы в ваших радиопередачах Более настоятельно Ориентировать Антифашистов и народные массы На активизацию борьбы Против Гитлера Сейчас нельзя выжидать И строить расчеты Только на победу Красной Армии Пора покончить с мнением Будто еще не назрело время Для массовых выступлений И более решительных действий Против фашистских оккупантов Я согласен с вами, товарищ Сталин Коминтерн считает Что коммунистические партии Вызвали подъем Антифашистской борьбы в Европе Особенности Югославии, Повши, Болгарии и Франции Но главное еще впереди Следует высоко оценить Опыт коммунистической партии Югославии По мобилизации патриотических сил На вооруженную борьбу С немецко-фашистскими И итальянскими оккупантами Коммунистическая партия Югославии Во главе с товарищем Тито Сумела объединить Большинство партизанских отрядов Народную освободительную армию Численностью до 300 тысяч бойцов Кстати, когда вы думаете Послать товарища Шмидке В Словакию? Еще раз повторяю Ваша главная цель Объединение всех антифашистских сил Ясно Проверь оружие Могу дать бой целому батальону Постарайся все-таки этого не делать Ну, простимся Желаю тебе счастья Будь здрав, корова Ходнее счастье 15 июня 1943 года Из Москвы в Словакию Был отправлен член ЦК Чехословатской коммунистической партии Карел Шмидке Шмидке спрыгнул на парашюте И в Братиславе На Млинских Нивах Состоялась его встреча С Густавом Гусаком Вам нужны спички? Они не ломаются? Нет Нет, они от дяди Я был не очень уверен Вдруг у тебя случайно появился двойник Товарищи Димитров и Готвальд Поставили перед нами Центральным комитетом Коммунистической партии Словакии Главную политическую задачу Подготовить народ к восстанию Я встретился с некоторыми представителями Против фашистского сопротивления Они принимают наше предложение Создать исполнительный орган сопротивления Словацкий национальный совет Нужно привлечь антифашистов в нашей армии Но нельзя забывать, что среди офицеров У буржуазии сильные позиции Инициатива в наших руках Наша партия в состоянии подготовить всенародное восстание Пашал Кто там? Молочник, свежее молоко Я хотела бы масло Масло продает только пан Казимир Входите Пан делегат, все готово, машина ждет Будет ли наша встреча проходить на соответствующем моему положению уровне? Конечно, я бы не смел подвергать вас опасности Пойдем, коллега Павловский Пора наконец закончить это дело Пойдем, коллега Павловская Продолжение следует... Я хотел бы представить ему руководителей Польской рабочей партии. Пан Павел, пан Веслов, пани Яся. Прошу, садитесь, господа. Угощайтесь, желаю удачи. Пожалуйста, пан делегат, благодарю. Я вас слушаю, господа. Ответственность за судьбы польского народа, пан инженер, вынуждает нас вновь вернуться к проблеме Единого национального фронта. Поймите, наконец, пан инженер, у польского народа только один враг. Немецкий фашизм. Вот в этом и есть наше главное разногласие. У Польши два врага. Берлин и Москва. Вы все еще продолжаете пугать народ Москвой. Боюсь, что теперь вам уже никто не поверит. Советский народ один на один сражается с гитлеровскими армиями. Неужели вы не понимаете, что только Красная Армия может принести свободу Польшу? А вместе со свободой и коммунизмом. Я вас понимаю, господа. Вы как агенты, извините, представители коммунитарной из Москвы, не можете иначе говорить. Вот поэтому мы с вами, коммунистами, сотрудничать не можем. Да, мы коммунисты, партия независимости и революции. А наша идейная связь с мировым рабочим движением и с Советским Союзом только поможет Польше. Коминтерн может существовать или нет, а коммунисты в Польше будут всегда. Они здесь рождаются, на берегах Вислы, из бедности народа и веры в будущее. Вот этого вы не понимаете, пан делегат. Чего вы нас так боитесь? Разве мы коммунисты страшнее черта? Паник очень милая. Но законы политики неумолимы. Народ польский никогда нам не выбачен, что в найтяжшей хвилии польский народ никогда не простит нам с вами, пан делегат, что в тяжелую годину, когда на карту поставлена жизнь и существование Польши, мы не действуем сообща против общего врага. Польская рабочая партия предлагает вам любую форму сотрудничества в борьбе с гитлеровскими оккупантами. Мы ждем вашего ответа. Я доложу премьер-министру генералу Сикорскому. Шагнам, пожалуйста. Шагнам, пожалуйста. Шагнам, пожалуйста. Так. Прошу. Садитесь. Спасибо. Что нового? Пан генерал, делегат правительства в Варшаве, Станислав Янковский, информирует, что коммунисты вновь предложили объединить их партизанские отряды с нашими подпольными силами. Что вы по этому поводу думаете, пан Миколаевич? До сих пор популярность польских коммунистов была ограничена тем, что их считали агентами Коминтерна. Если мы объединимся с ними в подпольной борьбе, то мы вынуждены будем признать их как равноправных партнеров в политике. Но 15 мая в Москве объявили о распуске Коминтерна. Это меняет положение. Нельзя закрывать глаза на реальность. Мир меняется, двигаясь влево, и мы должны считаться с растущим влиянием коммунистов и с возможностью победы Советского Союза. Этого не хотят понять ни ваш Янковский, ни генерал Андерс. Соглашение с коммунистами помогло бы нам восстановить отношения с Советским Союзом и облегчило бы переговоры со Сталиным. Пан премьер хочет вступить в переговоры со Сталиным? Это единственное, что может поправить наше положение. Я завтра вылетаю на Ближний Восток, войска генерала Андерса. Он должен это понять или уйти. Приглашаю вас позавтракать. Благодарю. Майор, прошу вас предупредить о моем вылете к генералу Андерсу. Подготовьте шифровку к генералу Андерсу. Генерал Сикорский вылетает завтра. Генерал Сикорский вылетает завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С 1941 года Народно-освободительная армия Югославии вела героическую борьбу, сдерживая 300-тысячную немецко-фашистскую и итальянскую армии. Голод и холод. Изнурительные переходы в горах. Кровопролитные сражения с врагом. Ничто не могло остановить Народно-освободительную армию Югославии на ее трудном пути к победе. Капитан Стюарт, как вы переносите наш горный поход, капитан? Поход переносится легче, когда знаешь его цель. Если мы соединимся с действующими в Восточной Боснии партизанскими бригадами, наши силы удвоятся. Дай Бог. Может быть, к этому времени союзники высадятся на Балканах? Господин Чарчилль хочет опередить русских и не пустить их на Балканы. Во всяком случае, это уже второй фронт. Второй фронт на Балканах уже создан. Народно-освободительной армией Югославии. Мы ведем здесь тяжелые бои. Мы сражаемся. Я всегда вместе с вами. Мы знаем об этом, капитан. Спасибо. Товарищ командир, впереди немецкие машины. Мы окружены. Будем прорываться. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Передайте рубашку моему брату Георгий Минчев Георгий Минчев Ваше последнее желание Ваше последнее желание Георгий Минчев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наденьте им маски Да здравствует близкая победа Красной Армии! Да здравствует победа пролетариата! Субтитры создавал DimaTorzok Здесь же был убит генерал Болгарской армии Заимов Отойди! Я солдат! Желаю, чтобы глаза мои были открыты Потому что умираю за свободу своего народа Магнитику Уберите Солдаты! Слушайте мою команду! Первая шеренга! На колени! Вторая! Стоя к стрельбе! Готовься! Славянство и Советский Союз непобедимы! За мной идут тысячи! Огонь! Тука, свободно? Здесь свободно? Пожалуйста Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зато у тебя теперь есть настоящий паспорт на имя чиновника штаба армии И к тому же удостоверение на право ношения оружия Но по правде говоря на чиновника ты не очень похож Ничего, буду носить галстук Тодор, приехал Велчев из отряда Чавдар Здравствуй, Цанна, садись Слушай меня внимательно и запоминай У меня шоферская память Сколько времени ты проработал шофером? Две недели Ах, две недели Ну тогда, конечно Здравка, объясни ему Вот, оденешься в солдатскую форму И сегодня в 9 часов вечера Подъедешь к проходной инженерного батальона Тебя встретит сержант Атанас Хаджиянчев Он назовет свое имя Ты посадишь его в кабину И вместе с ним проедешь к оружейному складу Там вы погрузите в машину пулеметы, винтовки и гранаты А как мы проедем через проходную? Там будут стоять наши люди Мы будем вас ждать у развилки дорог на 25-м километре Все понятно? Ясно Асам Атанас Хаджиянчев Я Атанас Хаджиянчев Садись, друг, поехали Давай, попрос Ваше величество Ваше величество Немецкое верховное командование сообщило Что оно решило сократить линию фронта на Украине Русские подходят к Днепру Они наступают со скоростью 30 километров в день Если темп наступления русских не уменьшится То еще в этом году они могут перейти границы Болгарии Мы же с русскими не воюем, Ваше величество Мы нейтральная держава Не обольщайтесь филов Наши корабли перевозят немецкие войска в Крыму Мы снабжаем немецкую армию продуктами и сырьем Это верно, Ваше величество Но это нам дает возможность уклоняться от прямого участия в войне с Россией Я думаю, что генерал Михов несколько преувеличивает угрозу русских Я верю в непобедимую силу немецкого оружия Мы тоже верим в военную мощь Германии, господин Филов Но положение на Восточном фронте заставляет задуматься Кроме того, и у нас, в самой Болгарии, обстановка вызывает тревогу Что вы, Михов, имеете в виду? По сведениям армейской контрразведки, Ваше величество На днях создан так называемый Национальный комитет Отечественного фронта В него вошли оппозиционные партии во главе с коммунистами Коммунистические отряды, действующие в горах, преобразуются в бригады У нас есть верная армия, Ваше величество Ваше величество, 30 английских самолетов приближаются к Софии Скорее в бомбоубежище, господа КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Все будет в порядке Какое это? Воздушная тревога? Что это? Воздушная тревога? Погоня! Жми быстрей! Стой! Не останавливайся! Стой! Давай за ними Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так погибли коммунисты Цану Велчев и Атанас Хаджиянчев Документы Откуда едете? Чиновник особых поручений штаба армии Все в порядке Проезжайте Субтитры делал DimaTorzok 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 КОЙ ОСТАЕТСЯ НА МЕСТЕ КОЙ-ТО ЗА ГЕРМАНИЮ ТРИ ШАГА ВПЕРЁД ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО Полк надо расформировать Нет? Нет Я дал слово Фолк! Садегово величество! Ура! Вы убедите, Филов? Вы убедите, Филов? Колко са големи симпатиите в армия к Руси. Как велики в армии симпатии к России. Один полк – это еще не вся армия, Ваше Величество. Это работа наших коммунистов. Коммунисты везде. Не в этом дело, Филов. Вы сами прекрасно видите, наступает время решительных действий. Надо заключить мир с Англией. Тогда мы сможем в дальнейшем получить ее поддержку. Я написал письмо английскому королю, где прошу его вступить со мной в контакт. Он все же мой дальний родственник. Это может вызвать осложнение, Ваше Величество. Найдите способ передать это письмо через английского посла в Турции. Повторяю, вам надо вручить это письмо лично английскому послу в Турции. Вам помогут в Анкаре проникнуть в его резиденцию. Слушаюсь. Продолжение следует... Аминь. Аминь. Руки. 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 Возьми. Об этом никто никогда не должен знать. Передашь этот пакет адресату. Если скажешь хоть слово, уничтожим тебя и твою семью. Рядом. Счастливого пути. 12 августа 1943 года в канадском городе Квебеке встретились главы союзных держав. Великобритании и Соединенных Штатов Америки. На Квебекской конференции стоял вопрос об открытии Второго фронта в Европе. Наши военные эксперты считают, что поражение немцев на Курской дуге явилось для немецкой армии началом смертельного кризиса. Русские армии второй месяц наступают по всему фронту. Рядовому англичанину или американцу может показаться, что войну выигрывает Россия. Если такое впечатление сохранится, то после войны Россия может диктовать всей Европе. Наши эксперты пришли к таким же выводам, господин премьер-министр. После разгрома Германии в Европе не останется ни одной державы, которая могла бы противостоять огромным военным силам России. Исходя из интересов Соединенных Штатов и, я полагаю, Великобритании, придется активизировать наши действия в Европе. Вы правы, господин президент. Я предлагаю нанести удар в центр Европы, в ее мягкое подбрюшье через Балканы. Прошу вас, господин президент, обратить внимание на эту идею. Но генеральное наступление через Францию – наиболее близкий путь к сердцу Германии. На Балканах нас поддерживает партизанская армия Тито. К тому же, по имеющимся у меня сведениям, болгарский царь Борис готов заключить сепаратный мир и пропустить союзные армии через Болгарию. Максоин, вы забыли, что сейчас идет решающая битва. От ее исхода зависит не только судьба Европы, но и ваша личная судьба. Я помню об этом, господин канцлер. Мне нужны 20 болгарских дивизий, а не пустая болтовня о нейтралитете. Господин канцлер, внутреннее положение Болгарии таково, что ни один болгарский солдат не может быть послан на русский фронт. Так могут говорить болгарские коммунисты, а не болгарский царь. Вы не владеете положением в государстве. Вы клянетесь в дружбе и верности великой Германии, а сами за моей спиной ведете тайные переговоры о сепаратном мире. Какие переговоры? А это что такое? Вы изменник и предатель. Г governor авógорский Он и его публикает ark Болгарии Зной важен Продолжение следует... 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 Мы должны сражаться мужественно и смело. Мы должны быть достойными тех великих революционных традиций, которыми гордится болгарский народ. Смерть фашизму! Свободу народу! Смерть фашизма! Свободу народу! Окружной комитет коммунистической партии считает, что партизанскому отряду Чавдар нужен более решительный и опытный командир. Предлагаю вместо Тони Периновски назначить командиром начальника штаба отряда Добрит-Журова. Кто за Добрит-Журова? Спасибо вам, друзья, за высокую честь. Перед народом и памятью павших бойцов обязуюсь отдать все свои силы и жизнь за освобождение Родины. Разрешите поднять отряд? Поднимайте. Отряд, встать! Приготовиться к бою! Добрит-Журова! Этвен, встать! Во мной! Вперед! Добрит-Журова! Руки вверх! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 15 сентября уничтожен эшелон с танками в районе Пулавы. 17 сентября уничтожен эшелон с боеприпасами в районе Томашова. На участке Люблин, Парчев, Ладава взорвано 5 мостов. Прервана телеграфная линия Варшава-Львов. У вас, Крюгер, 100 тысяч полиций. На территории генерал-губернаторства находится полмиллионная немецкая армия. А вы дошли до того, что у вас здесь, в Варшаве, действуют штабы польских националистов и коммунистов. Здесь неслыханное дело. Выходит 200 подпольных газет, редакции которых вы до сих пор не можете найти. Фюрер приказал отстранить вас от должности. Сдайте свои дела обер-группенфюреру фон Коппе. Господа, я издал декрет о защите немецкой миссии на Востоке. Теперь вы можете расстреливать на месте всякого, кто покажется вам подозрительным. Действуйте, господа. Вы свободны. Действуйте, господа. Новый курьер Варшавский. Доблестные войска вермахта оставили Киев. Новый курьер Варшавский. Доблестные войска вермахта оставили Киев. Новый курьер Варшавский. Новый курьер. Новый курьер. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Немцы пишут, что Красная Армия приближается к границам Польши. Мы должны выдержать. Уже недолго. Уже недолго. Все будет хорошо. Девушки отдыхают. Я все понимаю. Ты хотел, чтобы я принесла фотографию Оли. Девушки отдыхают. 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 Личность арестованных установлена. Доложите. Малгожата Форнальска. Женщина Малгожата Форнальска. Видная польская коммунистка. До войны была осуждена на 7 лет тюрьмы. Работала в Москве в Коминтерне. Сейчас член ЦК Польской рабочей партии. Жена одного из главных деятелей партии, Болеслава Берута. Ее дочь живет в Москве. Призналась? Нет, молчит. Продолжайте. Мужчина Павел Финдер. По профессии инженер-химик. С 1924 года учился во Франции. Вел научные исследования в Сорбоне и был ассистентом французского ученого Жолио Кюри. В 1928 году вернулся в Польшу. За коммунистическую деятельность был осужден на 12 лет тюрьмы, но бежал из тюрьмы. Тоже был в Москве в Коминтерне. С 1942 года он генеральный секретарь Польской рабочей партии. Ну что ж, приведите ко мне генерального секретаря. Пожалуйста, садитесь. На каком языке мы будем с вами говорить? На немецком, французском? Может быть, на русском? Какой язык ваш родной? Польский. Польский. Но говорить нам с вами не о чем. Пан уверен в этом? Уверен. Поехали. Поехали! Третье петро. Мешкание 11. Третье этаж. Квартира 19. Прошу. Благодарю. ОБЫВАТЕЛЕ Граждане, мы представители прогрессивных партий и вооруженных организаций собрались сегодня на пороге нового 1944 года здесь, в оккупированной Варшаве, для того, чтобы создать свою народную власть, подпольный парламент. Крайову Раду Народову. Наш народ требует единения в борьбе с гитлеровскими оккупантами. Эмигрантское правительство в Лондоне не хочет соединения, не в состоянии возглавить борьбу, не в состоянии добиться взаимодействия с Советским Союзом, армия которого принесла. Крайову Раду Народову. Крайову Раду Народова должна заложить фундамент, на котором будет воздвигнута народная Польша. Таково мнение польской рабочей партии. Бойцы подпольной Польши требуют политического объединения. Но кроме того, они настаивают на объединении всех вооруженных сил в общенациональную армию Людову. От имени партии революционных социалистов мы поддерживаем оба эти предложения. От имени революционного крестьянства, страниц Ледового мы за эти предложения. От имени союза борьбы молодых голосую за. Я от имени кооператоров. Я не подготовлен. Ведь это что, новое правительство? Я должен получить полномочия. Я хочу выйти. Весьма сожалею, гражданин. Вы можете не соглашаться с нами. Но уйти на улицу нельзя. Условия конспирации. Если так, я уйду на кухню. Что вы? Извините, мы фрейлен Иоланте. Фрейлен Иоланта нас пригласила. Фрейлен Иоланта, этажом выше. Извините. С Новым годом вас. Немцы в Варшаве. Правительство в Лондоне. Деньги в Америке. А они новую власть утверждают. Другую Польшу. А еще ведь никакой нет. Пей, старушку. Пей, папаша. Пей. А через полгода увидим. И так, чтобы этот новый 1944 год стал годом освобождения. Годом народного единства. Годом возрождения нашей Родины. Годом рождения новой народной Польши. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова